Другой теме. Новые технологии полива используют всего на 13% сельхозу Годи Казахстана. Стимулировать фермеров, внедрять влагосберегающие технологии поручил правительству глава государства. В Туркестанской области полмиллиона гектаров орошаемых земель и только на 30 тысяч из них используют капельное орошение. В течение 5 лет местные власти обещают довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Житель Келесского района Аскарбай-Белькужая всю жизнь выращивает овощи. Несколько лет подряд часть урожая сгорала из-за нехватки воды. Поэтому сельчанин задумался о новых технологиях и влагосбережении. В этом году он решил сажать редис. В разгар лета у нас очень сильный дефицит воды. Для экономии решил сажать редис. Зимой он не требует особой влаги. Мы выращиваем его под пленкой. Укрывной материал играет двойную роль. Защищает растения от морозов. А на поверхности собирается талая вода, которую по необходимости используем для орошения. А хозяйство села Жанаконас переходит на капельное орошение. Поливная вода сюда приходит из канала Аранши. Однако он в последнее десятилетие мелеет практически на глазах. Осваивать новые технологии аграриям помогает государство. Покрывает половину расходов. Проточная вода из арка смывает семена. Где-то заливает, а куда-то наоборот не доходит. А вот капельное орошение значительно экономит воду. Равномерно охватывает посев. В этом его преимущество. Согласно договоренностям, ежегодный транзит воды из Узбекистана должен составлять 17 миллионов кубометров воды. Но уровень трансграничных рек и питающихся от них магистральных каналов в сезон полива резко падает. Вопросы приходится решать на межгосударственном уровне. А местные власти вынуждены жестко регулировать подачу влаги. Лимитированный объем воды Узбекистан спускает, когда у них нет необходимости в поливе. А вегетационный период, когда нам нужно поливать, резко снижают. Тогда нам приходится регулировать полив, подавать хозяйствам воду по очереди. Другого выхода пока нет. Специалисты убеждают аграриев, без перехода на новые технологии и отказ от влагоемких культур уже не обойтись. Самый сильный аргумент – материальная поддержка государства. Чтобы стимулировать фермеров, размер субсидий подняли до 80%. Только в этом году планируем внедрить водосберегающие технологии на площади 22 тысячи гектаров земли. Есть специальная программа по развитию водного хозяйства. Половину расходов поливной воды компенсирует государство. Если все получится, как задумано, то в первый год расходы на компенсацию уменьшаются на 50%, а в последующие еще на 30-40%. По данным специалистов, 80% водных артерий области находятся в изношенном состоянии. На их реконструкцию в этом году выделили 8 миллиардов 700 миллионов тенге. Средства пойдут на механическую расчистку более тысячи километров арыков. Русло еще 11 каналов протяженностью 68 километров забетонируют. Такую же работу провели и в прошлом году. Сабидрахим Байжан, Дожжумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, 24КЗ.